Привет. Привет, аудио рыцари. Сегодня мы с вами сравним две модели Edifier. Это обе трёх полоски, однако выполненные по принципиально различным концептам. Эта модель, старая, заслужившая уважения у пользователей, популярность R2750DB и новая MR5. Почему я сказал, что они выполнены по разным концептам? Ну, потому что MR5 выполнена по формуле, я бы назвал её 2.2, то есть две колонки, два сабвуфера. А R2750 выполнена по классическому концепту трёхполоски, то есть басовый динамик, среднечастотный динамик и пищалочка. И MR5 тоже трёхполосная система, у неё тоже есть басовый динамик, тоже есть среднечастотный динамик и пищалочка. Причём в верхней части модели отличаются только исполнением, то есть различными совершенно излучателями, что уже позволяет говорить о том, что они по-разному звучат. Я не говорю, хуже или лучше. И ценовая категория примерно одинаковая, поэтому их можно сравнивать именно творчески. Потому что технически это сравнение будет, в общем, ни о чём абсолютно. Ни о чём не скажет. Мы уже с вами много раз убеждались в том, что вам, лично вам, могут понравиться колонки менее растопыренные, менее дорогие, менее престижные, потому что они вам ближе. По звучанию они подают вам тот звук, или даже пускай те функции, если что, или те размеры, которые вас устраивают. То есть весь комплекс свойств, которые мы требуем от колонки, вам может показаться лучше. Более дешёвая, незаметная, серенькая колоночка против выгодных каких-то предложений. Итак, что же такого принципиального в различии 2750 и MR5? Это басовое звено, безусловно. Как я сказал, в MR5 оно выполнено по принципу сабвуфера. То есть это, безусловно, обрезанное снизу, то есть фильтр высоких частот там стоит, который убирает нежелательные подвижки диффузора на частотах неактуальных. Скажем так, они, может быть, и важны, но такой маленький габарит колоночки не позволяет их, в принципе, воспроизвести с достаточным звуковым давлением и остальными параметрами, как то шумы, искажения и прочее. То есть если это всё равно невозможно, зачем они нужны, зато они приводят к паразитному движению диффузора, которого звучания нет, а другим, более полезным сигналам он не позволяет идти. Итак, так выполнены все сабвуферы. Все сабвуферы, дорогие друзья, выполнены именно так. То есть фильтром высоких частот. То есть фильтром, который пропускает сигналы выше какой-то частоты с определенным срезом, допустим. Это может быть слабенький срез, типа 6 дБ на октаву, может быть 12, может быть 24, как угодно, но их нужно обрезать эти частоты. Так выполняются только сабвуферы. Колонки, обычные колонки, вот как вы видите, здесь у меня пассивные, в частности, или вообще напольные, ну, то, что вы называете хай-фай, так не выполняются. Им никто ничего не подрезает, и усилитель, который вы приобретаете в магазине аудиотехники, он не имеет этого фильтра. Эти фильтры имеют только сабвуферы, а вот MR5 это имеет. То есть ее низкочастотный канал построен по принципу сабвуфера. Ну и более того, кроме того, что архиважно, он работает практически в поршневом диапазоне, то есть до 155, как там заявлено, герц. Да, это практически поршневой диапазон, и этим он отделяется от всего остального, что делегироваться среднечастотному динамику, который свободно и легко свободно от больших движений поршневого режима позволяет музыкально воспроизводить именно музыкальный контент. Тот, в котором наше ухо особо чувствительное, и которое мы больше всего оценим в музыке, оцениваем по ней, по качеству воспроизведения этого диапазона музыку. Я бы сказал, что это Шопе, широкополосник, то есть такая легендарная штука, которую все любят, но никто не использует. Это когда один писатель, Марк Твен написал, кстати, что классическая считается книга, которую все хвалят, но никто не читает. Вот Шопе это как раз из той оперы, то есть все аудиолюбители при звуке Шопе, пришло Шопе, говорят, ну, Боже, Шопе, это круто, Шопе. Это здорово, но ни у кого думаешь, я спросил, у тебя Шопе? Не, 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 у меня не Шопе, у меня 15-полосные там напольники в четырех углах стоят, то есть Шопе нет. Ну, вот такая смешная история, но суть в этом в чем? Я думаю, что Шопе это реально лучшее средство для воспроизведения голоса, музыкальных всяких инструментов из одного излучателя, имеется в виду, понимаете, не дробить по полосам с артефактами, искажениями, связанными перекрытием АЧХ, сломом фазочастотной характеристики, групповым временем задержки различным на разных частотах и прочее, прочее. Это очень важно, то есть Шопе реально лидер в, скажем, музыкальности, при том, что параметры у них много хуже динамиков, которые предназначены для разных полос, но тот или то есть в итоге они безусловно лидеры. Так вот, в МР-5 Шопе играет музыку, басовый динамик подбухивает в функциях саба, ну и пищалочка с 2600, в общем-то, комфортно и легко выполняет свои функции. Такая вот история. Что касается объективных, да, ну вот они перед вами специальные картинки зарядил, размеры не очень правильные, это ещё меньше должна быть, наверное, сейчас я попробую как-то это сделать. Я думаю, вот такая вот пропорция была бы правильная по размерам, всё-таки эти побольше, но эти выполнены по классической схеме, сейчас мы об этом поговорим. Да, ещё, хорошо, по классической схеме, ещё раз, здесь 150 Гц режется сабвуфером, назовём это так, здесь он режется немногим выше, 250, по-моему, Гц, если я не ошибаюсь, но это принципиальная разница в том, что этот басовый динамик цепляет голосовой диапазон, а этот считается, что не цепляет. Ну, если это не особо низкий мужской, допустим, голос, и не особо низкие регистры инструментов музыкальных. Как я говорил в обзоре MR5, отвратительно звучит, когда голос или любой инструмент, но любой инструмент это менее узнаваемо, скажем так, тем более не музыкантом, исполнителем, а рядовым служителем, каким я являюсь, например, вы, я думаю, тоже. Из двух источников один сигнал звучит очень рвано, плохо, неинтересно, неправильно, скажем так. А из одного правильный, вот поэтому у этой колонки шансов играть музыкально больше, чем, допустим, у этой модели. Всё-таки давайте пару слов о параметрах этих систем. Вот перед вами 2750. У неё общая мощность, если вот это всё гамма поскладывать, получится 136 Вт. Вот, собственно, написано. Ну, понятно, активный кроссовер, 3 ампинги и так дальше. Класс-Д усилители, ну, эту историю все знают. Блютуз версии 4.1, вот, кстати, сейчас будем её сравнивать. И частоты раздела здесь не указаны, но вот я вам говорю, что я помню по своим измерениям, там где-то 250, и твиттер делится там на 2,5-2,8 кГц. Частотный диапазон заявлен как 45 Гц, 20 кГц. Набор входов, линейный, аналоговый, оптический, коаксиальный, блютуз версии 4.1, как мы уже говорили. Что же касается МР5. МР5, суммарная мощность, несложно посчитать, посчитать несложно, но это, не знаю, не знаю, не знаю, 110 Вт. Использованы динамики 5-дюймовый, вуфер 3.75 мид и 1 дюйм шёлковый купольный твиттер, забыл здесь сказать, излучатели 6.5 дюймов, то есть значительно больше, 4.5 дюймов, чуть больше, и 3.25 дюйма, чуть меньше, твиттер использован. Что же касается остальных параметров, вот частоты раздела указаны, всё это остальное, в общем-то, не так важно, но подчеркнём только блютуз от версии 6.0. Ну, здорово, всё хорошо. Давайте я вам покажу, как настроены резонаторы обеих этих систем, для того, чтобы мы могли представить себе басовую картину, которая создаётся этими моделями. Итак, 2750 имеют вот такую вот кривую импеданса, МР-5 имеют вот такую вот кривую импеданса, давайте их представим вместе рядышком, чтобы сравнить. Итак, 2750 настроено пониже значительно, где-то на 50, на 49 Гц, а МР-5 настроено повыше, я думаю, так, 57 Гц, чуть ли не на 10 Гц выше. Ну, вот это, дорогие друзья, и есть как бы недостатки бандпасса, то есть того оформления, в котором находится басовая динамика этих колонок. Это не совсем бандпасс на самом деле, я не могу точно сказать, пока не скрыл бы колонку, но ничего, что этим заниматься, это не имеет значения. Просто бандпасс – это самое такое некультурное оформление, обычно используется в авто-аудио за счёт своей немузыкальности, потому что АЧХ, как я показал в обзоре, представляет собой просто горб, у неё нет такой полки, которую можно было бы дать работать басовому динамику и требовать при этом какой-то музыкальности. Нет, здесь от сабвуфера требуется конкретный долбёж, и это очень правильно. Я лично басофил, люблю такой долбёж, и мне, понятно, такой бас больше нравится. Единственное, что в модели ланша, которую я, может быть, расскажу, или уже много раз рассказывал, бас гипертрофированный, то есть он многократно поднимается над стальным спектром и получается такая, ну, совсем другая басовая картина. Неправильно, здесь правильно. Поэтому оно может быть так неярко, скажем, звучать, как звучал бы ланш. Кстати, я их сравню как-нибудь, сравню между собой здесь в батле. А пока у нас батл вот этих двух моделей. И вот спрашивается, эта ли модель вдвое почти меньше по объёму, чем вот эта, понравится вам больше или меньше. Какой бас вам нравится? Вот этот бас фазоинверторной системы, с портовым вперёд, как многие любят. Либо этой, условно говоря, в банк-пассе, в другом, в худшем, менее выгодном оформлении. Давайте посмотрим, дорогие мои, и делайте свои выводы, пишите комментарии. Я ещё не приготовил окончательный обзор МР-5, там где дам свой набор треков. Послушайте, здесь вы его услышите, но в сравнении с этой колонкой не совсем тоже. Вот, но давайте выразим своё мнение по поводу этой колонки. А вдруг она вытеснит, допустим, заметную долю рынка. Ну, рынка это в хорошем смысле слова, я вообще не продавец. Я не знаю, сколько, что стоит, кстати, смешно. Первый раз, когда кто-то из пользователей написал мне о том, что МР-5 вышла уже где-то, продаётся, он мне дал ссылку на гонконгский сайт, и там была эта модель представлена, как-то иначе даже названа, не помню как. По-моему, с БТ, с индексом. И цена стояла 1300 долларов. И я так подумал, ну ничего себе накрутили, там, наверное, динамики золотые стоят. В общем, такое что-то хорошее. А потом увидел обычную цену, по-моему, 130 долларов она стоит в рознице где-то в странах других. И подумал, это же были гонконгские доллары. Кстати, гонконгские доллары. Я себе нашёл гонконгские доллары, чтобы вам показать. Они интересные, они из пластика сделаны. И на просвет вот так вот, как сказать, прозрачные. Такие вот смешные. Но тоже доллары, поэтому ей пишут, они значок доллара ставят, как американского доллара. И поэтому я первоначально подумал о том, что Edifier окончательно растопылили с этой моделью. Это было даже интересно, даже прикольно. То есть в какую нишу они шагнули, знаете, такой 1300 баксов. Ну, это серьёзный закидон такой. Вот такие дела, друзья мои. Значит, сейчас слушаем батл. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Ауфи, герзей. Пишите, что вы думаете по этому поводу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok